Вопрос. Когда я говорю неверующим, что Аллах создал все сущее, они спрашивают меня, а кто создал Аллаха? Как Аллах существовал изначально? Как мне ответить на это? Ответ. Хвала Аллаху. Вопрос, с которым к вам обращаются неверующие, изначально несостоятелен и противоречив. Даже если предположить, что есть какой-то творец, то ведь задающий вопрос спросит вас, а кто создал его? А кто создал Творца, 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 Творца? И подобный вопрос можно продолжать до бесконечности. Однако такая бесконечная цепочка абсурдна. Что касается творений, то всех их сотворил Творец, Творец всего сущего, которого никто не сотворил. Он сам Творец всего существующего. Это приемлемо разумом и согласуется с логикой. И Творец этот – Всевышний Аллах. Что касается шариата и нашей религии, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам об этом вопросе, откуда он берет свое начало и каков ответ на него. Сообщается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, люди не перестанут задавать вопросы, пока не скажут, это Аллах, Создатель всего. А кто создал Аллаха? Если человек под наущениями шайтана обнаружит что-то из этого, пусть скажет, уверовал я в Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, к одному из вас может явиться сатана, шайтан, и сказать, кто создал небеса, кто создал землю. Человек ответит, Аллах. После этого приходят те же слова, что и в предыдущем хадисе, и добавил, и посланников его. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, шайтан может явиться к любому из вас и сказать, кто создал это, кто создал это, пока не спросит, кто создал твоего Господа. И когда он дойдет до этого, пусть человек обратится за защитой к Аллаху и прекратит думать об этом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, шайтан является к рабу Аллаха и спрашивает его, кто создал то-то и то-то. Из этих хадисов понятно, что источник этого вопроса сатана, шайтан, и что ответ на этот вопрос и лечение подобного сомнения будет таким. Во-первых, мусульманин не должен подчиняться, следовать за своими мыслями и обману шайтана. Во-вторых, при возникновении подобного вопроса он должен сказать, я уверовал в Аллаха и его посланников. В-третьих, должен прибегать к Аллаху за защитой от сатаны. Также в сунне передается, что следует поплевать через левое плечо три раза и прочесть суру искренности. Что касается доказательств тому, что прежде всего существовал Аллах, то от нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передается. О Аллах, ты первый и не было ничего до тебя, и ты последний и не будет ничего после тебя. Был Аллах и не было никого иного. В другой версии этого предания, не было ничего до него. Кроме этих хадисов, в священном Коране есть немало аятов на эту тему. Верующий верует и не сомневается. Неверующий отрицает, а лицемер сомневается. Просим Всевышнего Аллаха наделить нас искренней верой и убежденностью без сомнений. Помощь только от Аллаха.